здравствуйте друзья доброе утро у нас сегодня вторник и буквально три-четыре дня остались до конца недели это последняя неделя перед рождеством что-то мы тут на дороге то ну-ка но сейчас понаблюдаем что а стукнули там кого-то досмотрите справа видно тут кого-то стукнули а и скорая тут парамедики слева пожарная полиция ну ладно в общем едем дальше мы сегодня как бы подежурим что ли по америке потому что давно не дежурили и возникает вопрос как там вообще страна что что страна надо сказать что с одной стороны как бы происходит много разных событий с другой стороны они происходят настолько в привычном в общем-то русле и настолько не в состоянии задеть не ум не сердце не душу там и так далее но вот что-то такое происходит общее такое слово для этого всего надоели надоели противные вот и вот эти противные они там как-то суетятся и в этой суете пытаются привлечь внимание граждан вот уж там внизу для каких-то своих там политических может быть цель но в общем граждане надо сказать все более и более апатично относится к происходящему к счастью происходящего меньше вот если раньше всего где-то потрясения были то сейчас как-то меньше потрясений ну вот допустим у нас так маркет рынок ценных бумаг он как-то так просел просел и и нефть вот упала сегодня было уже меньше 49 долларов там за баррел и хотя казалось вот еще совсем недавно ну почему цены падают потому что опасение того что будет экономический кризис и люди там сбрасывают свои позиции но конечно есть много неопределенности такой хотя казалось бы так много есть всяких поводов думать что вроде бы акции должны были бы расти но вот например вчера было объявлено что компании разные коллективно значит обязались прикупить собственных акций выкупить собственных акций со свободного рынка на триллион долларов в следующем году эта новость в принципе даже вот казалось бы не хуже чем два года назад когда избрали трампа и вот сказали вот у нас теперь трамп и в ожидании изменений в налоговой политики снижение налогов рынок ценных бумаг попер и целый год потом весь там 2017 год все это замечательно росло значит и и вдруг оказалось вот такая замечательная новость ну нет что-то как-то она как-то вот понимаешь неубедительно и так как-то снижается и практически все основные индексы если посмотреть за год упали там на 4 на 5 на 6 процентов все это попадало особенно вот усилиями последние недели двух значит federal reserve bank завтра в среду должен закончить митинг митинг начинается у них сегодня а завтра они должны вынести решение о том повышать или не повышать ставку процентную и надо сказать что вот это вот их решение о повышении или не повышение там на чуть-чуть вызывает массу как сказать переживаний спекуляции вот продать или купить или что или чего при том что надо сказать что ставка исторически очень низкая но но то есть понимаете не то что вот там речи о то чтобы задрать чего-то там в какие-то космические высоты да нет со всеми их повышениями которые там происходили последние годы там по чуть-чуть найти так по чуть-чуть мы все равно на очень приличном уровне как бы на очень низком уровне по сравнению с тем что вот господи было там еще 10 15 20 лет назад да вы что но тем не менее у нас такая замечательно растущая экономика что даже такие микроскопические изменения значит состояние и ну если не обрушить то как бы так сказать взволновать и там что еще происходит значит считается что по итогам года по итогам года рост экономики сша ну вот в тех долларах которые как бы какие есть вырастет там на три процента почему в каких есть потому что есть еще понятие такое как стоимость жизни и там индекс цен потребительские там и так далее он в общем то растет не хуже чем все остальное то есть поэтому может так оказаться что в итоге мы еще и потеряли немножко но но в общем вот как бы рост 3 процента и вот этот рост 3 процента существенно выше чем то что федерал резерв банк считает нормальным для соединенных штатов таким безопасным то есть два процента вы можете сказать о чем плохо 3 то а чем плохо 5 с точки зрения вот людей которые занимаются регулированием чем круче она скачет вверх тем непродолжительнее все это происходит их задача состоит не в том чтобы один год рванул а другой год обрушилась их задача состоит то чтобы все было равномерненько гладенько и без эксцессов поэтому администрация трампа с одной стороны она ругает этот федерал резервбэнк как нет шо ж вы гады не даете значит расти нашей экономики а те говорят учет она как-то и так уж тут разрослась вот поэтому идут такие вот спекулятивные дела завтра будет известно хотя надо сказать что федерал резервбанк так работает что он делает прогнозы там на год вперед например и говорит что мы планируем в следующем году сделать 4 повышения там где-нибудь ну там по 0 25 процентов но может быть где-то больше вот так вот план такой да вот наш прогноз на развитие экономики вот такой соответственно завтра существенно не то что они там повысят на четверть процента что-нибудь вот мысли что-нибудь а вот эту ставку процентно это как бы вот 90 процентов считается вероятность того что это произойдет то есть на сто процентов никто не знает но вот на 90 считают что она произойдет но самое интересное что вот чего все ждут это что скажет федерал резервбэнк в своем прогнозе на 2019 год чего ожидать потому что как бы те кто занимается своей работой на рынке ценных бумаг для них вот это важно и опять считалось раньше по предварительным прогнозам предыдущим считалось что в 2019 году будет три повышения будет три повышения но говорят что может быть они как-то так вот скорректирует свою позицию и о-моё какие транспортные средства у нас скорректирует свою позицию может быть будет только два и это дает какую-то надежду там я не знаю чего им это надежда вообще некоторое время назад я помню кто это был по моему это был блумберг и когда там люди жаловали что и федерал резервбэнк повышает ставку он сказал ребята если при такой низкой ставки сказал он повышение на четверть процента каким-то образом для вас является существенным то наверное вы занимаетесь не тем бизнесом которым надо заниматься то есть вот настолько это не никак не может повлиять на нормальный бизнес что в общем-то что-то вы ерундой занимаетесь ну вот так так сказал майкл блумберг и я вот так припоминаю вот этот разговор короче значит много разговоров последние дни вот вокруг этого как как там она пойдет на что это действительно влияет это влияет на некоторые замедление темпов строительства продажи недвижимости потому что допустим если четыре раза в год до по четверть процента и это будет целый процент и этот процент отражается на тех людях которые одалживают деньги для покупки жилья то там один процент за год это существенно а если это происходило два года подряд и мы имеем сразу два процента за два года то два процента это очень существенно то есть грубо говоря если ты покупаешь недвижимость на пределах на пределе своей способности одалживать деньги а именно так происходит в очень многих случаях так когда люди берут просто на пределе то есть вот сколько одалживают вот столько они берут по максимуму то если должен больше платить в интерес то соответственно твоя способность одалживать снижается и вот да то есть и допустим у тебя дают там не за там тысячу долларов но ты из нее должен там или 900 100 долларов подать в интерес и там скажем там 200 уже отдать в интерес соответственно ты можешь купить недвижимость которая стоит меньше ты не можешь купить за ту сумму за которую ты купил бы там два года назад или даже год назад таким образом работы и мы видим сейчас по всей стране цены на недвижимость так немножечко сшибаются ну там допустим на три процента там где местами по разному 345 по всякому не обвала такого нет но так замедление и в значительной степени не то чтобы уж там на сто процентов но в значительной степени это связано с повышением ставки процентный а там где снижается ну как бы снижаются темпы строительства снижаются темпы приобретения недвижимости гражданами и так далее это косвенно сказывается на спросе на производстве там допустим стиральных там машин и там всяких кухонных комбайнов строительных материалов и так далее так далее то есть там всякого добирается такое как бы негативное влияние в целом как бы может быть на экономике хотя надо сказать что те деньги которые одолжены у нашей детворы вот этой реформой налоговой то есть не не то что сделали скидку налоговую из тех денег которые были свободными это произошло за счет удвоения дефицита бюджета то есть у нас если при обаме это было там чуть меньше полу триллиона в год то вот например на следующий год у нас практически триллион то есть удвоенно на пол триллиона в год увеличились увеличилось заимствование дефицит бюджета вот эти деньги они как бы пошли в оживление в общем-то далеко не бедствовавшие экономики уж чего я там было оживлять я не знаю но но допустим вот и у всего этого из цена которая придется платить но знать как бывает платить придется потом сейчас ты чего сейчас вот у нас все замечательно так что потому что не придется потом платить или там уже когда за все сразу платить тоже и незаметно там знать как не вчера этот долг создался там еще четный пошло и поехал чем проблема роста дефицита бюджета и национальные долги как-то знаете перестали интересоваться что люди простые что политики как-то вот как-то эта тема ушла ну то есть пока был обама была такая истерика что вот мол растут заимствование что он сейчас страну разрушит когда это делает не обама то вроде как это такое благо вообще страна поднимается с колен на которую обам поставил и в общем все замечательно у нас следующий момент затихло конечно выборы сильно ударили по снижению интереса к иммиграционным вопросам то есть чтобы собрать народ на выборы там свой актив искать созвать вот там шла история с этими с колонной там из гондураса там шесть семь тысяч человек ну и вообще как бы темы нелегальные миграции вторжения так сказать тогда сейчас поскольку выборов нет и собственно мобилизовывать не под что народные массы то их пока отпустили они так сказать разошлись и вопросы миграции никого сильно не волнует хотя периодически бывают там всякие всплески но например пишут что девочка я по моему из гондураса не помню семилетняя девочка умерла в ну как бы в том месте где там держали этих задержанных что называется юс кастади вот умерла там семилетняя девочка и вот пытаются выяснить что же такое произошло с ребенком что вот так вот и и федералы там угробили ребенка ну то такого плана но опять все это на уровне но не о чем поговорить то есть не то что жизнь ребенка не важно я не это хочу сказать но глобальных вопросов нет есть вопрос такие типа тут укусили там ущемили здесь пнули и так далее есть много всякого такого разговора что вот там добрались до трампа этот мюллер с его следствием и не только мюллер и там что как бы еще еще круче не было и хуже не было сегодня вот например сообщение о том что самораспустилась организация этого трамп фондейшн это такой семейный бизнес которым владеет трамп и собственно его папа когда-то под теперь сам трамп и мы к ним серьезные претензии есть и не то чтобы там их уже осудили посадили или какое-то решение приняли но сам факт того что организация значит пришла к тому чтобы самораспуститься кое о чем говорит то есть там как бы есть проблемы у людей следствие продолжается самораспуск не не приводит к тому что значит претензии вдруг куда-то исчезли ну в общем такая вот интересная история плюс значит дали срок там дополнительный вот этому коину который был улаживателем дел адвокату трампа и он сейчас как бы активно сотрудничает со следствием и сдает трампа там по всем вопросам по которым ну как бы раньше вроде помалкивала тут что-то перестал помалкивать говорит жулик он все все врет верить ему нельзя значит и в общем как как бы сдает еще какие-то люди там соглашаются рассказывать то чего не очень не очень соглашались рассказывать там целая вереница вот этих людей так что с одной стороны давайте я камеру поверну с одной стороны информации особо и нет вообще вот говорят что мюллер такой человек настолько секретный что слово лишнего не скажет и там ни кивком ни подмигиванием ничего там из него не вытащишь поэтому говорят ну надо подождать значит но все больше и больше разговора такого что у него есть очень серьезные вещи чтобы предъявить трампу как бы совсем серьезно ну посмотрим подождем но на эту тему тоже много разговоров спекуляций значит есть люди которые верят в трампа как в бога и как бы он не погрешим есть люди которые говорят что он виноват еще до того как что-то совершил но есть все остальные между ними которые говорят так что там все-таки покажите что что есть что и вот значит мы мы с вами смотрим и говорим ну покажите говорим мы ждем вот наверное такая ситуация в целом я хочу сказать в целом более-менее спокойно никто ничего такого не сотрясает как бы сказать понимаете когда в течение двух лет клоун выходит на ковер и показывает одно и то же шоу ну поначалу люди говорят боже какое как интересно такого мы еще не видели надо еще сходить еще сходить ну сколько можно одно и то же шоу смотреть и вот как-то притихло поднадоела уже ничем не удивишь понимаете перестали удивлять вот так скажем удивлять перестали что те что другие что вообще кто бы то ни было поэтому народ как-то так внимание поослабло но если опять там выборы где подойдут сейчас начнется новое шоу с выборами да то есть буквально феврале начнется выдвижение кандидатур у демократов у республиканцев проще поскольку у них там трамп как бы и ну то есть может быть чисто символически или так с заделом на будущее кто-то попытается так заявить о себе но это как бы мелочь вот существенно с чем выйдут демократы потому что от этого много зависит и пока что вот вроде бы бывший вице-президент обамы да такой господин биден вот он вроде бы как лидирует но это очень предварительно это еще два года впереди до утверждения его кандидатом или кого бы то ни было кандидатом еще полтора года осталось вот эти полтора года будет продолжаться вот это шоу кто у нас есть чтобы противостоять Трампу имея в виду что он за это время никуда не денется и его не импичнут и ничего такого не произойдет или республиканцы не скажут что уже надоел надо нам что-то таким самим менять это все тоже рассматривается и варианты такие есть и так далее и так далее очень много таких карт которые еще из рукава не вышли вот так что ждем а так у нас друзья новый год впереди и мы входим в новый год с надеждами на будущее и верим что все будет хорошо счастливо и и и